Привет подписчики и гости моего канала. У меня для вас есть две интересные новости. Как сообщает Живая Кубань, с 1 июля между Краснодаром и Анапой начнут ездить утренние ласточки. Составы будут совершать утренние рейсы в прямом и обратном направлении до конца августа. Причиной принятия данного решения послужило увеличение пассажиропотока. Так, с железнодорожного вокзала города Краснодара ласточка станет отправляться в 6.05 и прибывать в Анапу в 8.50. В обратном направлении состав будет отправляться в 9.07 и прибывать в Краснодар в 11.44. В пути предусмотрены остановки на станциях Афибская, Северская и Абинская. Обратите, пожалуйста, внимание, что поезд будет курсировать ежедневно, кроме 12, 13 и 15 июля, а также 2, 8, 23, 24 и 27 августа. Правда, цена билета на поезд в июне уже превысила стоимость билета на самолет более чем на 4 тысячи рублей. Так, заместно в двухэтажном поезде Северная Пальмира из Санкт-Петербурга в Сочи, обратите внимание, не в Анапу, в июне придется отдать от 9 тысяч рублей. Цена железнодорожного билета на ласточку из Санкт-Петербурга в Сочи поднялась 9 июня как минимум на 700 рублей. От 4909 рублей до 5621 рубля. А в Сочи сейчас проводят рейды по пресечению деятельности водителей, навязчиво предлагающих свои услуги. Это связано с тем, что с наступлением летнего курортного сезона в местах массового скопления людей активизировались навязчивые таксисты. Это вызывает недовольство у отдыхающих. Уже сегодня рейдовые группы из числа сотрудников Департамента транспорта администрации города Сочи и линейного отдела полиции контролировали работу такси в Международном аэропорту Сочи. Согласно действующему законодательству, за навязывание туристам услуг по перевозке пассажиров и багажа, морских прогулок и экскурсионных программ нарушителям грозит административный штраф до 5000 рублей. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, включите колокольчик, чтобы не пропустить следующих видео. Можете глянуть интересный ролик о сравнении двух курортов Геленджика и Анапы. Всем удачи и пока!